Ситуация, которая сегодня складывается на выборах Карачаева-Черкесии, выходит за рамки здравого смысла и уж точно не соответствует нормам Конституции России, которая призвана защищать избирательные права наших граждан. Крупнейшая оппозиционная политическая сила стороны Коммунистической партии Российской Федерации не допущена по нелепым предлогам, снята с выборов в Народное собрание Республики. Приходится с приспоргами констатировать, что втаптывать в грязь избирательные права граждан уже стало нормой для власть имущих в этом регионе. Я напомню, что выборы президента Российской Федерации в 2018 году были также отмечены в Карачаево-Черкесии настоящим правовым беспределом. Полный набор спектра нарушений был налицо и это вызвано было тем, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена обратиться на это внимание и пришлось организовать в Республике комплексную проверку, по результатам которой вышло особое заседание комиссии, констатирующее массовые нарушения. Что же мы видим на выборах сегодня, на выборах в этом году? Все началось до партийной конференции КПРФ, которая должна была выдвинуть кандидатов в депутаты Народного собрания Республики. Наших делегатов пытались подкупить, запугивали, даже приезжали ночью домой и угрожали. Словом, делали все, чтобы конференция не состоялась. Несмотря на это, наши карачаево-черкесские товарищи собрались на конференцию и во время ее работы представители местного избиркома и Минюста буквально бегали по залу с камерами, мешали проведению конференции. Но наши коммунисты выстояли и выдвинули список Компартии на выборы в Народный совет. Тогда на конференции присутствовал заместитель председателя партии Юрий Афонин. Тогда была предпринята позорная попытка помешать нашим товарищам подать документы в избирком. Сначала наших представителей не пускали в зал, потом их оттуда, заломав руки, выдворяли представители силовых структур. Когда рабочая группа избиркома все же начала принимать документы, то появилась председатель избирательной комиссии Республики Лариса Абазалиева. Она же является близкой родственницей главы Республики Рашида Темрезова и просто тупо приказала прекратить прием документов. Лишь хорошее знание закона и настойкость наших юристов вынудили избирком принять документы о выдвижении списка КПРФ, но завершился этот процесс глубоко поздней ночью в 3 часа ночи. Потерпев поражение и на этом этапе, власти задействуют другие рычаги. Есть небезызвестная партия Патриота России, которая подала иск в суд с требованием снять КПРФ с выборов. Почему мы уверенно предполагаем, что в данном случае из этой партии, за этой структурой стоит республиканская власть? Достаточно посмотреть на список ее кандидатов, и в нем фигурирует некто Расул Салпагаров, который является родным братом сенатора от Карачаева-Черкесии Ахмата Салпагарова. На каких же претензиях был основан этот иск? ИСТЕС утверждает, что на конференции в выдвинутый список КПРФ якобы присутствовали 56 делегатов. Но в документах, поданных нашими товарищами в избирком, фигурируют 53 делегата. То есть позиция КПРФ подтверждена документально, а позиция ИСА определяется на хаотичную, выгодную нарезку с видеоматериалов, которые были представлены. Поразительно, но принимая во внимание столь ответственное решение, суд не истребовал и не пересмотрел полную видеозапись партийной конференции. Рассматривая дело, суд умудрился отклонить порядка десятка ходатайств со стороны представителей КПРФ. А ведь именно полные видеозаписи и свидетельства и показания могли дать исчерпывающую картину событий. В ходе заседания суд просто прервал выступления представителей КПРФ, быстро удалил совещательную комнату и молниеносно, стремительно принял решение снять список с наших кандидатов с выборов. Не менее удивительно действовала республиканская избирательная комиссия. В это же самое время, когда шло заседание суда, избирательная комиссия проводила свое заседание. Уже вышеупомянутая госпожа Абазалиева по телефону держала связь с судом и затягивала заседание, объявив перерыв на неопределенное время. Как только она получила сигнал, тут же вынесла решение и отказала в регистрации для участия в выборах, сославшись на суд, даже не получив никакого судебного решения. Это были скоординированные действия двух республиканских структур. Если это не прямое нарушение закона, тогда что это? Столь тенденциозное рассмотрение дела в Верховном суде Карачаева-Черкесии заставляет внимательно посмотреть на личность судей, принимавшей это решение. Представляю, судью Марину Язау в республике очень часто называют личной судьей клана Арашукова. В судебном правоохранительном сообществе региона бытует мнение, что все судебные дела, которым у клана Арашуков был интерес, попадали почему-то именно к этой судье. И это не просто слова. 26 февраля 2019 года в доме у этой судии ее мужа Арсена Язау, также являющегося экс-заместителем руководителя Республиканского управления СК, сотрудники ФСБ провели обыск в связи с подозрением коррупционных связей с арестом сенатора Арашукова и его отца Рауля. Язау признался, что Арашуков и его семью связывают дружеские отношения, они однократно проводили вместе праздники. Поэтому вот такой особенный в кавычках судья решала судьбу списка КПРФ на выборах в Народные собрания Карачаево-Черкесии. И здесь мы подходим к сути происходящих событий. Известно, что экс-сенатор от Карачаева-Черкесии Рауф Арашуков, ему предъявляется участие в преступном сообществе. А также ему предъявляются тяжелые статьи по убийству. Следствие также заявило, что этот российский сенатор является резидентом иностранного государства Объединенных Арабских Эмиратов. Арестован также его отец, который повиняется в финансовых преступлениях многомиллиардного масштаба. Карачаево-Черкесские коммунисты давно указывали, что власть республики глубоко криминализирована. Что фактическими хозяевами региона стали мафиозные кланы, которые просто плюют на законы как на выборах, так и в основных сферах жизни. Событие подтверждает оценку этих наших товарищей. Вырисовывается следующая очень интересная картина. Семья Рашуков имеет доступ к газовым деньгам Юга России, выстроила в республике мощную систему влияния и коррупции. Эту криминальную систему нужно демонтировать, и на это понадобится очень много усилий. Но на это есть веление времени. Это абсолютно необходимо для развития региона. Это задача, о которой не раз говорил президент Путин, назвавший клановость и сращивание чиновников в правоохранительных органах криминалом унизительным для нашей страны и для достоинства наших людей ситуации. Местная власть сама провоцирует беспорядки. Она не оставляет людям никакого выбора. Некуда обращаться, чтобы отстоять свои права. Идти в суд, там родственники главы республики. Куда идти в парламент, там он под контролем. Общественные организации, они не самостоятельны. Куда должен идти обычный человек, чтобы в поисках обычной элементарной справедливости. В Карачаево-Черкесии борьба с этой криминальной клановой системой запущена арестом гражданина Арашукова. Неужели господин Термезов не улавливает и этого сигнала? Вместо того, чтобы возглавить процесс обновления в республике, складывается ощущение, что он пытается эту систему как-то защитить. Для этого он стремится уничтожить в республике реальную политическую конкуренцию, снимая с выборов список наших кандидатов, нашей партии. Конечно, мы не можем расценивать снятие списка КПРС выборов иначе, как беспредел и беззаконие. Конечно, мы абсолютно убеждены в своей правоте и будем в установленном законном порядке оспаривать это судебное решение в Верховном суде, который, я уверен, должен восстановить законность в Карачаево-Черкесии. А то слишком многие власти, имущие, решили там, что закон им вообще не писан. Мы считаем необходимых в деталях проинформировать президента России о сложившейся в Карачаево-Черкесии положении. Я думаю, что к имеющимся источникам наша информация будет не лишней. Мы начинаем по всей России акции протеста против произвола наших товарищей. Эта тема обязательно будет вынесена на всероссийскую акцию протеста, которая состоится 13 июля. Я убежден, Государственная Дума Российской Федерации должна выразить свою позицию. Я обращаюсь к представителям всех фракций. Сегодня произвол касается Коммунистической партии Российской Федерации. Но завтра это может коснуться любой из партий. Я обращаюсь к представителям и думского большинства. Сегодня ситуация, подобная Карачаево-Черкесии, это колоссальная дискредитация всей политической системы Российской Федерации. В нынешней грозовой внешнеполитической обстановке это настоящий подарок нашим врагам и оппонентам, которые сегодня мы принимали решение по Грузии. И мы даем почву для того, чтобы русофобы выстраивали такие унизительные выступления. Я призываю всех коллег осудить творящий в Карачаево-Черкесии беспредел, попирающий ценности, которые закреплены нашей Конституцией. Произвол унижения политической конкуренции, свободу слова и элементарную справедливость. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова